привет друзья середина осени межсезонье в полном разгаре как раз я выбрал специально такое время чтобы пообщаться с вами о довольно непростых вещах а именно о выборе костюма для ходовой охоты в межсезонье вот такой вот и вплоть до умеренных минусовых температур вот коллеги охотники меня сразу поймут почему я говорю что выбор непростой давайте поясню вот вкратце может для тех кто только начинает охотиться и присматривает себе какой-то вариант какие ищут снаряжение костюмы и так далее что такое вообще межсезонье то есть это надо понимать весна осень и такое начало зимы так скажем то есть это сопровождается постоянно какими-то мелким противным дождиком это сырость иногда даже ливни это уже заморозки по ночам то есть и с утра холодно это такой холодный иногда пронизывающий прям ветер насквозь то есть все это вот мы получаем вот такое вот удовольствие на охоте от всего от этого и это уже какие-то минусовые температуры так скажем где-то в начале зимы что такое ходовая охота вот в такую вот пору то есть вот как у нас у охотников заведено это ты сперва долго долго ходишь а потом ты также долго где-то сидишь это скажем в охоте на рябчика или опять же в охоте на зайца с гончими ждешь дичь зверя то есть это все обычно вот ты когда ходишь ты начинаешь потеть ты идешь разгоряченный потом ты садишься а уже такой пронизывающий ветерок допустим ну в общем холодно сыр и ты начинаешь мерзнуть это вот у нас всегда так так вот лично я пять лет проходил в таком костюме он сейчас на мне это натовский аналог мембранного костюма soft shell в расцветке атакс fg за пять лет конечно вот этот водоотталкивающий слой на нем уже изрядно поистерся видимо мембрана сама нарушилась в ее структуре в ее порах и хуже стала отводить флагу костюм стал промокать ну пять лет ребят все-таки срок да уже какой-то имеется у вещи этот костюм тут мембрана такого начального уровня и вот скажем где-то весной сидя в скоротках я чувствовал что мне прямо зябко в нем уже там из какие-то свитера флиски не помогали то есть я себе поставил цель не покупать такой же костюм потому что во первых их у нас практически сейчас на российском рынке не найти то есть это китай это надо где-то опять же на али на каком-то что-то заказывать а зная какие-то эфемерные там отношения китайцев к размерам это кот в мешке я не стал рисковать и начал шерстить наш рынок присматривая себе какой-то уже более серьезный костюм все более серьезной мембраной моей задачей было найти такой костюм чтобы он в нем довольно комфортно можно было охотиться вот в этом межсезонье уже с такими даже минусовыми температурами чтобы он не промокал под дождем что часто сопровождается скажем в охоте на вальшну по весну или даже вот сейчас там на утку где-то на рябчика накрапывает часто очень дождик чтобы он хорошо отводил влагу пар от тела и чтобы он еще и стоил недорого так вот самом начале не просто так сказал что выбор действительно не такой простой как кажется дело в том что найти по-настоящему такой достойный костюм да еще чтобы он недорого стоил у нас довольно таки проблематично лично я не готов ребят покупать ту же ситку за какие-то бешеные деньги однако я такой костюм нашел далеко ходить не пришлось перед вами костюм горка называется кае тактикал актив мембрана да это костюм от нашего старого доброго камуфляж ru в расцветке мандрагора или как ее еще называют мандрейк кстати у меня уже есть летний костюм от этих же товарищей камуфляж ru кому интересно ссылочка в описании посмотрите по нему обзор я уже делал вот этот мембранный костюм идеально подходит для ношения в такую дождливую ветреную погоду в таком умеренно холодном межсезонье и сегодня друзья мы с вами детально прописочим вот эту модель то есть прежде всего с точки зрения практического применения под наши задачи то есть все эти вот обзоры касаемо количество кармашков там каких-то молний пуговиц это все не для нас ребят этого добра хватает хотя этих моментов я обязательно тоже коснусь я хочу построить этот обзор на материалах и качестве этих материалов используемых в костюме отдельный акцент хочу сделать на именно этой расцветки мандрагора мандрейк ну и да немножко пройдемся с вами по его функционалу поехали ну и давайте вот прям сразу сходу пробежимся по его характеристикам вот читаю прям с их сайта страна происхождения россия что не может не радовать вес 2400 грамм то есть проще говоря он легкий ребят это вот не тот вариант когда знаете вот есть такие костюмы ты берешь и прям чувствуешь мощь такая нет это не про этот костюм он действительно легкий учитывая что для нас это важно для охотников мы таскаем на себе железо патроны и рюкзаки в рюкзаках там какой-то термоса еще что-то вода и так далее то есть все это очень важно в костюме вам будет удобно ходить он действительно легкий материалы мембранный материал трикотажное полотно плотность 220 грамм на метр квадратный и вот здесь давайте подробнее поясню вообще может кто то не знать что такое вообще мембранные ткани что такое мембрана то есть проще говоря это такая вот прочная пористая пленка которая способна на сверху снаружи задерживать молекулы капель воды но при этом еще и обладает способностью пара отведения то есть выводит влагу изнутри вот так вот выглядит мембрана именно в данной модели ну то есть видите да это как бы такая вот прочная пористая пленка то есть совсем грубо говоря она защищает от дождя снаружи но при этом выводит еще и пар изнутри то есть вы не будете испытывать какой-то дискомфорт от недостатка вентиляции вот под самим костюм еще одно из свойств мембрана это вот ты допустим попал под дождь до его носишь и он высыхает прямо в процессе носки а вот уже сверху как раз там мембрана покрыта трикотажным материалом 220 грамм плотностью он такой приятный на ощупь имеет такую бархатистую поверхность что еще важно ребят этот материал он не шуршит и не дает бликов на солнце что является еще одним из преимуществ по скрадыванию дичи на охоте и при этом вот при вскидке ружья допустим этот костюм да кстати скидываться в нем очень удобно нигде ничего не задирается и вот это шуршание она минимально нанесенный рисунок вот этот камуфляж сам он очень стойкий он не выстирывается не выгорает со временем не стирается и при этом кстати он довольно хорошо и просто чистится кстати о стирке и уходе за данным костюмом мы еще с вами отдельно поговорим ну с материалами я думаю разобрались идем далее так вот самое интересное характеристики мембраны водонапорный столб 10000 миллиметров на метр квадратный 24 часа паропроницаемость 7000 миллиметров на метр квадратный 24 часа и давайте вот детальнее немножко поясню что вот это за характеристики вот начнем водонапорный столб 10000 миллиметров то есть вообще ребята мембранные ткани они делятся на три разных уровня 1 это такой начальный уровень от 3 до 5000 миллиметров вот этого водонапорного ну то есть грубо говоря это то давление воды которые выдерживают этот материал и не промокает вот начальный уровень 35000 ну такой мелкий дождик непродолжительный мокрый снежок небольшой выдерживает далее идет средний уровень это вот как раз от 10 до 15 тысяч миллиметров это уже такой продолжительный моросящий средний дождь это непродолжительный сильный ливень какой-то это уже такой хороший мокрый снег все это будет держать и есть еще уже третий уровень это экстремальный уровень назовем его так это там 20 25 тысяч миллиметров и выше это уже шторм практически это уже какие-то совсем другие экстремальные условия в данном случае мы имеем средний уровень защиты мембраны это вот эти 10 тысяч миллиметров то есть средний или такой мелкий моросящий дождь довольно длительное время ходьбы или сиденья где-то вы не промокнете выдерживает даже такой непродолжительный ливень но долго под ливнем находиться в нем не получится то есть он промокнет это уже если ливень это уже все-таки сверху плащ-палатка все-таки он немножко не для этих целей но да да такой вот дождик сопровождающийся часто на охоте да легко будет держать вот кстати моя моя крайняя охота на утку фильм выложил посмотрите тому живой пример четыре часа сиденья под таким вот постоянным дождичком вообще легко то есть он да он снаружи такой мокрый был но внутри все сухо абсолютно комфортно он не промок то есть вот легко ребят по большому счету вот этот выбор мембраны он должен исходить из ваших задач то есть вот ходовая охота какие-то походы даже походы в горах это все про этот костюм если же речь идет о каких-то экстремальных там марш-бросках забегами по 20 километров в полной выкладке по жесткой пересеченки там на с нагруженным рюкзаком я не знаю то это уже надо подбирать что-то другое для наших таких умеренно морозных средних широт назовем это так вот этот костюм я считаю идеальным решением то есть это да такая ходовая охота в том числе и на утку на вальшнапа это все вот он пойдет для этих задач и вот это еще одна характеристика паропроницаемости 7000 миллиметров а это друзья уже такой крепкий хороший середнячок то есть но это именно тот пар под который костюм будет выводить наружу то есть ну грубо говоря это вот до ходовая охота в том числе там утка где-то вы ходите долго довольно таки по лесу опять же не перегружаясь там да то есть и не совершая какие-то длительные забеги это все да пожалуйста учитывая что в этом костюме предусмотрена дополнительная вентиляция вот здесь есть такие специальные ну клапаны назовем их так под рукавами их отстегиваешь и в принципе регулируется тепло то есть ты идешь расстегнул у тебя воздух выходит излишнее тепло выходит пар этот сидишь застегнул все тепло сохраняется для наших задач я считаю вот в ходовой охоте это такая хорошая золотая середина с характеристиками вроде разобрались идем далее подкладка утеплитель костюма флис плотность 180 грамм на метр квадратный ну что такое флис я думаю многие из вас знают это вообще такое стандартное решение у многих производителей в качестве подкладки использовать флисовый материал флис это такое синтетическое волокно имеет ворсинки он также кстати не задерживает влагу то есть он между этими ворсинками создается такая прослойка он этого влагу очень хорошо выводит а в сочетании еще и с мембраной то есть это все дает такой хороший эффект по пароотведению вот 180 грамм это ребят такой опять же такой середнячок для такой уже даже ну до минус 5 минус 10 такой градусов минусовой температуры если речь идет уже таких жестких морозах это уже должна быть плотность побольше в данном случае опять же здесь этот флис оптимальное решение я считаю на мой взгляд то есть обобщая все это можно уверенно сказать что данный комплект полностью отвечает нашим с вами задачам по охоте переходим к еще более интересным вещам это вот к самой расцветки вот этой вот мандрагоре мандрейк и давайте вкратце немножко истории расскажу вам вообще как возник данный камуфляж изначально разработка этой камуфлирующей расцветки принадлежит инженерам из сша и была создана для работы войск нато в различных условиях и локациях при первом взгляде на этот камуфляж такой возникает странный немножечко ощущение такой некий эффект 3d что ли основан этот эффект на так называемым двухслойном нанесении красок то есть принцип нанесения в два слоя сперва наносится фон он представляет собой целый набор теней различных цветов плавно перетекающих из одной в другую а поверх фона уже наносится верхний слой имеет такие четкие геометрические формы контрастирующие с размытым нижним слоем то есть подобное нанесение в два слоя красок и создают эту иллюзию трехмерности что лучше позволяет скрывать камуфляж в естественной среде в основу разработок этого камуфляжа лег биологический научный подход вот естественной среды флоры и фауны при первом взгляде на рисунок камуфляже видна его некоторая схожесть с кожей каких-то рептилий которые кстати в природе практически незаметны какими-то перьями что ли и так далее то есть за основу взяты естественные линии формы флоры и фауны на сегодняшний день существует порядка шести расцветок данного камуфляжа для работы в горных и предгорных районах в городских условиях ночью и вот данная расцветка мандрагора служит для маскировки в лесу естественно российские да и китайские производители тут же подхватили это новшество и начали довольно активно использовать эту расцветку в своих вещах своей одежде я вот в руках ребят натовский оригинал не держал и с точностью не могу сказать попал ли наш производитель в этот цвет но на мой взгляд эта расцветка на данном костюме она получилась у них довольно удачно и как раз таки подходит для охоты вот в межсезонье в таком в так ну в таком со смешанным хвойном лесу где когда вот преобладают такие более темные полутона и да да некоторые из вас наверное могли заметить некую схожесть этой расцветки с костюмами той же ситки или тритон да есть такое а все знаете почему я вам скажу проще вот эту расцветку не видит птица вы наверное скажете а как же наша старая добрая да уже полюбившийся многим расцветка атакс и в джи безусловно она очень хорошо размывает силуэт ваши именно человеческому глазу вас будет незаметно но мы с вами подразумеваем именно маскировку от птицы дичи то есть рябчик утка там зайцы какие-то я не знаю вальшнапа и так далее то есть фактически вот лесной дичи они от человека нам-то это для охоты нужно так вот именно вот эта мандрагора она лучше справляется с задачами по маскировке вас именно в условиях охоты нежели я так считаю нежели атакс и в джи хотя в принципе если бы вот камуфляж ру не выпустил вот именно вот эту мандрей к этому андрагору я бы взял даже не сомневаясь атакс и в джи костюм вот смотрите тут присутствует и такие яркие пятна для птиц это вообще доминирующий цвет вообще давайте вот еще несколько слов по тону раз уж у нас с вами речь о птицах зашла вот где-то в охоте там на в лесу или на тех же торф карьерах лучше если вы будете использовать более темные такие полутона в одежде то есть не светлые если вы одеваете какой-то светлый костюм это будет в принципе выделяться даже где-то там на утке это будет выделяться как такое народное пятно то есть лучше более такие темные тона использовать но вот эти вот белые свет не белая такие светлые пятна они также обязательно должны присутствовать как я уже сказал этот доминирующий цвет для птиц в общем ребят да я считаю что удачная идея то что они выпустили костюм вот для нас охотников именно в такой расцветки впрочем если вы не охотник то там какой-то туризм походы рыбалка у них на сайте много вариантов расцветок можете выбрать на свой цвет и вкус ну и теперь давайте по качеству пошива несколько слов и быстренько перейдем к функционалу говоря о качестве скажу вам так вот я вам говорил да что у меня есть их их же летний костюм горка горка 3 по моему я сейчас вот не вспомню но посмотрите ссылочка в описании на этот костюм в общем я его ношу уже как такой там шестой год но пять лет это везде ребят летом это грибы и ягоды это тот же там какие-то походы это потом уже лето осени начальная осень такая когда еще довольно тепло это утка торф карьеры грязь какие-то лодки все вот это постоянно это походы в лес нарябчика такие длительные продолжительные 0 проблем то есть он просто неубиваемый ничего не разорвалось нигде на нем не оторвалось никакие швы ничего не пуговицы все просто и в идеале вот лично я считаю что для наших задач именно такой вещи должна быть то есть качественный неубиваемый и мне мой опыт ношения их костюма горки этой говорит сам за себя лучше чем обзор там всяких блогеров и так далее то есть в качестве пошива данного костюма я вообще не сомневаюсь ну смотрите сами да строчки все аккуратненькие ткани такие без задиров этих вот как у китайцев бывает оборотная сторона все на совесть материалы износа стойки то есть вот такой подход с акцентом на качество я считаю вообще должен быть у каждого отечественного производителя и вот эти ребята камуфляж ру они уже где-то так на уровне финнов то есть по качеству их пошива одежды я считаю да да я такой их лояльный стал покупатель потому что они меня конечно ребят под купили своей этой горкой вот я очень доволен их костюмом и я также не сомневаюсь и в этом костюме ну и теперь ребят давайте по функционалу этого костюма пробежимся название костюма хоть и фигурирует слово горка но справедливости ради нужно сказать что этот костюм претерпел значительные доработки и конечно уже отличается от оригинальной армейской горки традиционный капюшон на куртке с регулировками козырьком и высоким воротом все эти утяжки тут вот и сзади это до горка капюшон шикарен ребят то есть вот смотрите сзади да как он выглядит ничего нигде не топорщится не болтается и вот кстати первая доработка вот эти висюльки видите да вот в продеты в такие петельки вот это кстати классная штука чтобы не они там не они обычно путаются болтаются где-то зацепляются за что-то вот вот это вот классная штука молодцы прям уделяет внимание деталям вместо традиционных канадских пуговиц тут уже липучки и молния я не знаю ребят я в этих молниях не разбираюсь есть она нормальная молния главное что она никогда не цепляется вот за нижние там какие-то слои одежды и застегиваются она хорошо такой вот тут ну назовем его клапан вот когда застегиваешь вот чтобы вот эта застежка он такой тут с флисочкой застежка ничего не царапала нам тут и не холодным не прилегала к бороде вот опять же акцент на детали липучки да ребят ну какая же это горка я кстати к этим липучкам отношусь довольно таки неоднозначно да это точно будет на них что-то налипать сюда какая-то шушера с леса всякий вот этот труд я не знают и вообще они у меня честно говоря долго не живут они там начинают где-то отрываться чего-то с ними происходить не знаю насколько их здесь хватит на мой взгляд все-таки наверно бы может лучше они бы вот это вот сделали тут на пуговицах ну не знаю неоднозначно я к этим липучкам отношусь и потом да вот липучки мы говорим о как что костюм не шуршит он там бесшумный маскировка и так далее а вот если допустим мне на охоте захочется расстегнуться я не знаю что нибудь мне там из кармана достать то есть вот да да понимаете да и как бы вот она вся ваша шумомаскировка на лицо вы всему лесу вот этим вот 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 опа 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 вы всему лесу объявили что вы здесь сюда не летайте и сюда не ходите ну не знаю значит буду сидеть всегда на охоте застегнутым насчет этих липучек ребят не знаю ну напишите в комментариях что вы насчет этого думаете тоже интересно ваше мнение послушать поживем увидим рукава ребят в локтевых сгибах есть усиление ткани из того же материала чтобы вот не протиралась ничего боковые опять же косые карманы это уже традиция горки то есть да они довольно таки удобные здесь у меня обычно маночки нарябчика ездят тут вот тоже всякая какая-то молочевка присутствует там не знаю батарейка для коллиматора чехольчик крышечка то есть как ну мелочь сюда здесь какую-то всегда что-то возится хорошие это традиционно горковский и опа ребята на рукавах то у нас снова резинка то есть вот в отличие от летней горки где вот была липучка здесь все-таки вернулись обратно к резинке что я считаю плюсом то есть влага какая-то вода какой-то там хлам летящий пыль сюда уже никуда у нас в запястье не проникает вот это вот я считаю молодцы опять же перчатку варежку одеваешь и этой же резиночкой вот здесь все прекрасно вот так вот у нас закрывается то есть во первых и тепло и ничего уже туда точно не проникнет я ребята за резинку и вот она важная доработка которой я вам говорил вот эти прорези на молнии для естественной вентиляции то есть вот как я вам и говорил мы идем двигаемся подмышками вот тут расстегнули у вас идет выход лишнего тепла лишнего пара сели где-то застегнули и тепло сохраняется вот тут такая сеточка вот у меня на softshell и на моем бывшем такого не было там прямо вот туда подмышку можно а тут вот предусмотрели чтобы тоже опять же ничего туда не налетала молодцы два нагрудных кармана да вот это вот классная штука для меня особенно я снимаю у меня бывает частенько всякие флешки дополнительные здесь что-то еще ездит кстати карманы широкие вот даже мой защищенный кирпич он сюда запросто просто без всяких проблем влезает кстати да ребят насчет эти карманы они тоже не промокаемые но у меня вот учтите такой нюанс почему-то как бы телефон тут потеет экран но он у меня защищен мне как бы все равно а вы учтите будет влага а вот в этом кармане со мной последнее время начал ездить вот такой вот тамагочи это ребята обязательно вам о нем чуть позже в другом обзоре расскажу то есть ну вообще в принципе сюда запросто что-то карманы широкие очень хорошие тут вот они даже такие мягенькие внутри из этого же материаль чека и традиционные горковские вот эти карманы и кстати даст канадские пуговицы все вот это вот горка вот эти вот крылья мы сразу отстегиваем и абы вот сюда вот сразу их и прячем и никогда их я уже не достаю лишь только если попаду в какой-то сильный ливень закрыть чтобы там ничего не намокало так обычно я их вот туда прячу и вот так и хожу но мне ребят не знаю мне так удобно там не знаю носовой платок ключи ну не знаю там что у меня фонарь вот попал вам всегда вот так вот раз удобно достал чем постоянно вот это отстегивать расстегивать спрятал крылья и руки кстати здесь вот греть очень хорошо тут от материальчик стать такой же точно вот он трикотаж этот такой же как и сама ткань и заметьте я не знаю видно нет вот тут еще есть такой маленький кармашек теперь вот обычно в горке не было вот он он такой сюда еще отделение какой-то для зажигалки спичек и так далее внутренний карман здесь один кстати тоже на липучке здесь ребята документы охот билеты разрешение путевки лицухи кстати правда я их обычно еще в пакетик упаковываю ну чтоб тоже ничего тут не потело не знаю как здесь будет я еще вроде бы ничего не потеет но стараюсь все таки еще документов пакетик убирать до карман хороший такой нормальный то есть ну вот для документов самое она традиционные утяжки по бокам для регулировки под вашу комплекцию и естественно с нижней части то же самое это все традиционно горковская все это присутствует и как я вам говорил внутренняя подкладка это вот этот вот мягкий флис 180 но по куртке наверное все ребята да еще раз скажу что она действительно легкая это для нас важно идем к штанам вручной ремень портупея сюда запросто в эти вот лямки без проблем здесь вот это традиционно горковская для подтяжек они идут в комплекте я их не ношу сразу куда-то выкинул потому что ну не знаю я брючной ремень привык пользоваться мне его вполне хватает теперь вот из доработок да вот горка во первых вот здесь на ширинке это уже молния то есть уже никаких пуговиц не знаю ребят вот я хоть и человек военный но и к этим пуговицам я привыкший но вот молния ну хоть убейте мне удобнее ну по оперативность нашем деле ребята расстегнул все нормально а вот тут вот вместо пуговицы опять вот досмотрите тоже липучка ей кстати можно ну вот под пузо регулировать то есть потуже вот так вот залепить вот так вот залепить но опять же не знаю вот флиска там сюда вот вот она цепляется кто-то если шарф то тоже сюда будет опять же что-то налипать и опять же вот это вот неоднозначное решение насчет этой липучки но да бог с ним и вот эти вот такие вот тут традиционно горковские затяжки поясничные если вы ремень не носите ими также можно затянуть я в принципе всегда туда вот прячу и достаточно нож здесь отлично на ремень все прекрасно молния я считаю до липучка но опять же спорный момент традиционные боковые горковские карманы на пуговицы для туризма очень хороши сюда что-то постоянно складывать то что можно не так вот часто нужно но пригодится традиционные натовские задние карманы не знаю зачем они здесь есть никогда в них ничего не ношу сидеть они вообще никак не мешают единственное что у меня на летней горке вот эти вот уголки они уже со временем загнулись не знаю как здесь будет но в общем есть они есть в нижней части опять же резинка они липучка и пыльник ребят смотрите вот эта доработка пыльник он с на флисе это флиска внизу там опять же под носок традиционно резинка это горковская чтобы ну не задиралась там ничего у вас из штанины в общем а вот это вот это здорово то есть уже голень будет тепло и кстати пыльник он же от клещей защищает ну по штанам наверное все ребят единственное добавлю что мне показалось что вот они как-то теплее чем куртка по крайней мере вот под свои предыдущие soft shell штаны я пододевал обычно кальсоны термушные а сюда я их не одеваю ногам при этом тепло не знаю наверное это специально так сделали но это хорошо и раз уж речь у нас с вами зашла о носке костюма давайте я вам подробнее расскажу как правильно носить что пододевать под него что куда и как погнали запомните один простой принцип ребят многослойность то есть одеваться под мембранную одежду нужно несколько слоев то есть используя несколько слоев одежды вместо допустим одного толстого свитера по сути говоря это принцип термоса то есть вот за счет чего термос сохраняет тепло жидкости налитой в нем правильно за счет воздушной прослойки а получить эту воздушную прослойку как раз таки можно одевая несколько слоев одежды поэтому одевая скажем таки в такой морозе среднюю термуху поверх нее одеваете флисовую курточку и уже потом куртку костюма таким образом воздушная прослойка будет сохраняться между слоями одежды и сохранять тепло нежели если вы оденете один какой-то толстый зимний свитер я кстати ту флиску сразу же взял вместе с костюмом это уже такая зима до минус 25 она очень удобная то есть вот очень удобно ты идешь где-то допустим долго идешь ты можешь ее в принципе не одевать эту флисочку а потом ты понимаешь что вот где-то гонча начала там далеко работать ты там раз и и быстро одел куртку одел застегнул и все вот эти слои у тебя сохраняются тебе тепло ты сидишь тебе тепло кстати ребят вот еще хотел вам порекомендовать я вот раньше шарф носил зимний а теперь взял вот такую вот старта штормовой шарфик вот он здесь сзади вот так вот тоже туда язычок и здесь и вот тут еще есть такая затяжка он еще и утягивается он тоже на таком флисе вот причем таком хорошем плотном флисочки и очень тепло это это такая типа полу балаклавы то есть можно и на нос народ я ее кстати тоже у них же брал вместе с костюмом в общем классная штука ребят советую вам тоже взять ее она удобное место не занимает там допустим не нужно снял в карман убрал и нет проблем перевод еще один такой важный момент я считаю хочу вас сразу предупредить о выборе размера вот этого костюма то есть вот мой размер обычно наш такой советский назовем 52 54 рост 170 176 а здесь вот это вот именно этот костюм на мне 44 46 рост тот же 170 176 то есть вот на два размера практически он на мне идеально сидит ничего нигде в плечах там штаны ничего нигде подшивать не нужно то есть вот получая не знаю почему они именно так шьют но вот учтите этот момент при выборе и теперь ребят давайте еще расскажу о некоторых таких не очевидных моментах в ношении этого костюма то есть вот запомните одну простую истину мим вообще это касается любой мембранной одежды то есть мембрана и какие-то горячие источники тепла это вещи несовместимые то есть сушить его где-то на колорифере там на радиаторе и так далее исключено мембрана испортится то же самое касается и костра то есть вот это трикотаж этот и сама мембрана и костер вещи несовместимые любое там какое-то попадание искорки это сразу же прождет мембрана будет испорчена то есть ребята не надо рисковать и все-таки это ходовая это ходовая охота походы и так далее для костра использовать какую-то другую одежду я сушу этот костюм просто в чулане вывешиваю при комнатной температуре он кстати очень быстро высыхает и никаких проблем нет и да вот этот вот трикотаж он хоть и такой бархатистый приятный но ты вот прошелся по хмыжнику где-то или там по репейнику и все это у вас сразу налипло то есть какой-то труд вот этот репей будет налипать это как бы нормально я его потом просто беру там дома выскребаю счищаю у меня у жены такая щеточка для трикотажа есть я у нее периодически и заимствую и скребу но делают не часто только когда совсем уже где-то но это особенность материала особенность ткани то же самое касается и мембрана это просто такие особенности есть то что можно делать есть то что нельзя делать просто такие вещи они наверное не очевидны ну вот будете знать теперь что касается стирки вот дам вам такой тоже советуют по моему уже опыту значит вообще я не сторонник слишком частой стирки особенно мембранных вещей то есть стираю то как в исключительных каких случаях когда уже ну совсем грязно уже все там поры начинает забиваться хотя в принципе делаю это редко стирать не нужно часто но если все-таки соберетесь то в машинке ставить самую минимальную программу по времени который у вас есть я там обычно 30-минутную выбираю ставите не более вот запомните не выше 30 градусов цельсия и выворачиваете наизнанку штаны куртку наизнанку выворачиваете и не обычный порошок а есть такие средства ну найдете погуглите найдете для именно для стирки мембранной одежды такие гели какие-то в общем вот только вот с помощью этого но опять же я говорю ребята слишком часто увлекаться этим не нужно верхние вот этот трикотаж он очень легко очищается просто тряпочкой какой-то теплой водой протер все флис внутренний так же само он очень легко чистится и быстро высыхает не переусердствуйте теперь друзья такой тоже немаловажно я считаю момент это цена вопроса то есть вот на сегодняшний день это октябрь 2019 года цена на этот костюм 8 900 я его брал ну то есть грубо говоря 9000 рублей ну да это как бы наверное не дешево но акса кстати однако дешевле чем у конкурентов я искал тоже смотрел шерстил рынок дешевле но смотрите вот вообще давайте так вот честно по чесноку вообще нормальный мембранный костюм он дешевле априори не может стоить то есть если вы где-то видите какой-то дешевый дешевую мембрану то есть либо эта мембрана какого-то начального совсем уровня либо это какой-то китайский там аналог китайцы часто балуется этим то есть это априори не будет хороший мембранный костюм по сути он столько и должен стоить ну да я вот подкопил накопил приобрел и теперь ну думаю лет пять я его проношу а там дальше посмотрим может что-нибудь еще интересное появится ну и наконец самое приятное ребят по договоренности с магазином камуфляж ru по промо коду you hunter вы получите 10 процентную скидку на этот костюм в любой его расцветки все ссылочки и подробности в описании мужики в общем приобретайте носите на здоровье не пожалеете костюм действительно достойный желаю вам большущей удачи ни пуха ни пера на охоте и пока увидимся тамагочи парни скоро расскажу